Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видео мы поговорим о новости, которая связана с самым главным эксклюзивом Xbox, ну а также расскажу про возможный новый элитный геймпад. Перед началом видеоролика попрошу всех проверить свои подписки на канал и колокольчик, поскольку что-то в последнее время ютуб немножко тупит и отписывает ребят. И если вам не сложно, просто поддержите видос лайком. Также ловите промокодик на VK Combo, который даст вам 3 месяца бесплатного пользования. Если что, в эту подписку входит бесплатное прослушивание музыки ВКонтакте, кучу скидок на различные сервисы и промокод работает до 25 декабря, поэтому успей забрать, пока есть халява и давайте начнем. Все обладатели Xbox и те, кто следят за игровой индустрией, скорее всего знают вселенную Halo, а именно ситуацию про новую часть. Если нет, то кратенько напомню. В 2018 году состоялся первый анонс новой игры по вселенной Halo, которая должна была стать стартовым эксклюзивом в Xbox Series. Помимо консоли нового поколения, игра должна была выйти еще и на поколение консоли Xbox One. Но только вот что-то не сложилось и показанный геймплей в 2020 году просто всех напрочь поразил в плохом смысле, создал кучу мемов, вселил недоверие к студии и игру перенесли без конкретной даты релиза, дабы улучшить ситуацию. В принципе, многих эта ситуация хоть и немножко разочаровала, но ее приняли как лучший исход. Поскольку по мнению многих, в том числе и по моему мнению, лучше игру перенести и доделать до конца, нежели выпустить хрен пойми что. Тем более это как бы эксклюзив, негазген на дворе и в новом поколении фигово как бы получать фиговую игру. Но давайте ближе к сути. Совсем недавно в сети на страничке старшего менеджера по дизайну игры Halo Infinite было обнаружено, что в качестве платформы данной игры не оказалось консолей Xbox One. В принципе, это мелкая зацепка, которую можно было просто не заметить, проигнорировать, но если все-таки опять же вспомнить ситуацию, которая произошла с этой игрой и вспомнить то, что произошло с киберпанком, можно предположить, что Halo Infinite может просто не добраться до платформы Xbox One. Связано это скорее всего с тем, что старое поколение капец как тормозит разработчиков и они просто не успевают сделать нормальные версии абсолютно для всех предлагаемых консолей. Сразу обращаю внимание, что это некая теория, это слух и относиться к нему как к факту я не рекомендую до официальных заявлений. На мой взгляд, если новость подтвердится и игра действительно не выйдет на старое поколение, это хорошо для игры, поскольку разрабы могут использовать все мощности нового железа, не опираясь на старое и благодаря этому показать нам действительно стоящую картинку. Плюс ко всему этому они не потеряют время для оптимизации на старое поколение. Но в то же время в этой ситуации есть и море негатива, особенно со стороны пользователей, которые ждали эту игру и на восьмое поколение. Ведь по старым заявлениям майки уверяли, что проект выйдет на восьмое поколение, да и вообще, что экзы от Xbox Game Studio будут выходить на протяжении двух лет на старое поколение. И если это все-таки не произойдет, игроки может это и примут, типа ну окей, мы сами понимаем, что восьмое поколение уже не тянет и мы не хотим то же самое, что и было с киберпанком, но с другой стороны, нефиг было обещать. Это кстати, наверное, не первый случай, когда майки меняют свое решение, ну бизнес, что поделать. Но на мой взгляд, опять же, пусть эта новость все-таки окажется правдой, чтобы не получилось точно так же, как ситуация с игрой киберпанк. Поскольку на старых поколениях она получилась практически неиграбельной. Да и сама поддержка старых консолей, к моему большому сожалению, лишь тормозит прогресс и отнимает кучу сил у разработчиков. Знаете, лично для меня вся эта история вокруг этой игры вызывает некие сомнения в плане руководства. Несмотря на то, что все хвалят Фила как в качестве руководителя, сори, сейчас я могу задеть сердца его фанатов, но я лично не понимаю, как он мог допустить подобную ситуацию. А именно, не сделать ни одного стартового экза, а еще допустить всю эту вот ситуацию с одним из главных экзов Xbox. Ну, Фил, блин, ну как так-то, а? А вообще, предлагаю написать вам свое мнение в комментариях на этот счет и какой исход поддерживаете вы. Если вы за то, чтобы игру выпустили только на Xbox Series, напишите я за Xbox Series. Если вы хотите, чтобы Хейлы выпустили на консоли Xbox One, то напишите я за Xbox One. Мне просто очень интересно, на какой стороне все-таки будет большинство. Я понимаю, что мнение все-таки разделится, но на мой взгляд, опять же, логично, скинуть все-таки со счетов восьмое поколение, чтобы мы просто получили хорошую игру. Второе новое сегодняшнее видео будет касаться новости о новом патенте геймпада Xbox. По заявленному описанию, Майки готовит что-то наподобие курков, как на геймпаде PlayStation 5. И, возможно, это будет элитный геймпад третьей ревизии. Признаться, адаптивные курки это клевая штука, особенно тогда, когда ты играешь в одиночные игры, за счет них ты просто больше погружаешься в игру. Но вот в мультиплеере, когда ты играешь на результат, лично мне это немножко мешает. Но вот если в новом геймпаде завезут помимо этого еще и новую вибрацию, по типу той, что на DualSense 5, то это будет нереально круто. Поскольку это реально придает новые ощущения и реально кайфово играть абсолютно во всех играх. Я лично бы точно не отказался от этих приколюх в новом геймпаде. Единственное, будет действительно обидно, если все эти приколюхи будут только на элитном геймпаде, поскольку он, на мой взгляд, реально дорогой. И я как бы понимаю, что там матовое покрытие, курки и съемная крестовина, но проблема в нем в том, что он ломается так же, как и обычный геймпад. Даже, наверное, имеет больше проблем, поскольку иногда отклеивается матовое покрытие. Иногда имеет люфт-стиков, так же, как и на обычных геймпадах. Ну и ко всему этому, опять же, стоит почти половину стоимости младшей консоли восьмого поколения. На мой взгляд, третья ревизия, если она получится мега крутой, мне кажется, она будет стоить еще больше. Конечно, это только патент, не факт, что они все-таки заюзают эту фичу, но как ориентир на будущий анонс содержать в голове все-таки стоит. Но на мой взгляд, немножко обидно, что абсолютно новый геймпад, даже тот же элитный, они не успели подвести к старту нового поколения. Потому что если бы ты с новой консоли получал бы еще новый геймпад, абсолютно новый, с новыми технологиями, то это было бы очень круто. На этом, в принципе, все. Вот такие вот сегодня новости, такой вот короткий видос. Если он был вам интересен, обязательно прожмите лайк, подпишитесь на канал и спасибо вам за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok